Всем привет! Сегодня 7 февраля, Московская область. Я начинаю потихоньку посевы, но знаете, так по мелочи. Основные свои культуры буду высевать в марте, это перцы, баклажаны и томаты. Ну а уже посева, это лаванду узколистную белую и овсяницу голубая кочка. Покажу вам чуть позже всходы. И сегодня же занимаюсь корневым сельдереем. Высаживаю небольшое количество, буквально 15 корней, поэтому беру емкость совсем небольшую, заполняю чуть больше половины землей. Земля моя, приготовленная с осени, и еще я добавила вермикомпос, прям сюда уже, в эту плошку. Отверстия я в таких маленьких плошках не делаю, потому что здесь будет рассада навременно, буквально до 2-3 настоящих листиков, и уже буду рассаживать по отдельным рассадным пакетам. Ну, если культура будет расти долго, допустим, это как репчатый лук, в этой емкости, в большой, у меня он растет до самой высадки в грунт, в открытый. Там, да, я отверстия делаю, а здесь нет. Ну, если боитесь перелить, конечно, лучше отверстия сделать. Так, заполнила емкость землей, чуть-чуть ее утрамбовала, проливаю теплой водой, смачиваю хорошенечко так. Так, высевать я буду корневой сельдерей Гиан Даниш, вот такой. Я его еще не пробовала, этот сорт, первый раз купила, корнеплоды до 500-700 грамм, довольно-таки крупные. Ну, у сельдерея все знают, что период выращивания очень высокий, это 160-180 дней, чтобы получить готовый продукт. Поэтому и высаживать, высевать его нужно пораньше. Я корневой сельдерей могу высевать до 15 февраля смело. Ну, а чем дальше, я думаю, что уже нет смысла. Все, земля пролита хорошо. Семян здесь в пакетике довольно-таки много. Как я уже сказала, мне понадобится всего лишь 15 корней. Здесь пол пакетика я высыпала, можно чуть меньше, потому что семена сельдерея очень мелкие. Я выкладываю вот так в тряпочку. Я так делаю каждый год. Ничего не меняю, ничего не придумываю. Он отлично всходит при таком методе. Закрываю, чтобы они не вывалились. А землю я пролила обычной водой. Здесь обычная вода, теплая, без добавления каких-либо средств. Затем подогреваю чайник до 60 градусов. Пока я наливаю в чашку, она уже меньше 60. И когда кладу тряпочку с семенами, тоже температура падает. Поэтому сварить семена здесь будет невозможно. Просто такая горячая вода. Все, держу здесь буквально несколько минут. Сливаю эту воду. Опять заливаю и так проделаю 2-3 раза. Итак, сельдерей я промыла 2 раза в горячей воде. Сейчас хорошо нужно будет отжать эту тряпочку. Горячей водой заливаю, потому что все знают, что сельдерей имеет эфирные масла. Чтобы он побыстрее взошел. Поэтому я заливаю горячей водой. И сейчас я все это высыпаю на бумагу, чтобы слегка его просушить. Этот я делаю для того, чтобы было удобно сеять его. Чтобы он был уже подсохший. Буквально полминуты и семена уже сухие. Просушивается он очень быстро. Все. Теперь остается только посеять. Плошка с землей уже готова. Методом присаливания я сею. Все довольно-таки легко. Семена сельдерея корневого сеются поверхностно. Они не присыпаются, прорастают на свету. Сейчас останется просто закрыть эту плошку крышкой прозрачной. И поставить под свет. У меня лампы. Все. Обязательно нужно поставить дату посева. Сегодня 07.02.2020 год. Все. И обязательно я запись делаю в тетрадь. Когда был посеян, когда будут первые всходы. Я так всегда делаю. Это очень удобно. Посеяли. Теперь я хочу вам показать, что я еще посеяла. Такую лаванду узколистную. Это белая от биотехники. Семена лаванды я посеяла 3 февраля. В пакетике было 15 штук. И они уже начинают проклевываться. Вот я думаю, видно белые корешки. Семена все набухли. И у многих уже белые корешки появились. Это довольно-таки неплохо. Если семена свежие, они в любом случае у вас возойдут. Я особо их никак не подготавливаю. Просто после покупки сам пакетик кладу в холодильник. И уже перед посевом вытаскиваю и сею. Семена сеются поверхностно. Я взяла также небольшую плошку. Здесь нет отверстий. Земли чуть больше половины. Я готовлю землю сама. Увлажняю. И раскладываю семена на расстоянии. Закрываю крышкой. И убираю на свет. Потому что лаванда прорастает только на свету. Будет хороший свет. И она хорошо прорастет. У меня в саду 4 видно лаванды. 3 из них я вырастила из семян. 4 это горная лаванда. Я ее привезла из Адлера. И в этом году мне захотелось необычный цвет. Белый цвет. У меня цвета классические. Голубые лавандовые цвета. Так как я в этом году буду создавать миксбордер. Я хочу некоторые растения подбить именно кустиками лаванды. Хочу их чередовать или смиксовать. Чтобы и белый был. И этот цвет разбавлял. Лавандовый цвет. В общем как-то так. Все. И просто если подсыхает верхний слой. Слегка увлажняем мелким распылением. И все. Этого достаточно. Ничего здесь особо придумывать не нужно. Я еще раз говорю. Если семена свежие. Она взойдет. Недавно в магазинчике привлекло мое внимание. Это семена овсяницы. Голубая кочка. Это декоративный злак. Я обожаю злаки. Но те злаки, которые мне нравятся. У нас в Московской области не выживают. Они не раскрывают всю ту красоту. На которую способны. Их или нужно на зиму укрывать. Там 10 слоев. Или их выращивать в кашпо. В катках. И куда-то их затаскивать. В подвал. В общем целая морока. И вот решила я вырастить семян овсяницу. Нравится мне это растение. Она идет как почвопокровник. Небольшое. До 30 сантиметров максимум. И вот такая у нее сизая листва. Сизо-голубая. Да такая. Но у нее тоже есть свои недостатки. Она может и в середине лосей. И может конечно насидеть. Вот появляется вот эта некрасивая седина. Ну а довольно таки вообще красивая. Злак мне нравится. Ну хорошо она распространяется самосевом. То есть если в материнский куст уже приходит негодность. Обязательно она рассеется. Потому что она выдвигает такими телочки. И хорошо сеется. В общем мне буквально нужно 5-6 котчик. Поэтому думаю попробую я вырастить ее из семян. Я думала что из этой затеи у меня ничего не получится. Почему? Потому что семян в пакетике довольно таки много было. Но когда я их начала смотреть. То мне показалось что там одна шелуха. То есть раскрываю семя. А там нету ядра вот этого зародыша. В общем думала вообще ничего не взойдет. Сходила она 6 дней. И появились первые-первые всходы. Здесь наверное из всего пакетика вылезло. Но здесь наверное штук 8 у меня. Я смотрю сейчас на видео. Очень плохо видно. Растение уже имеет по 2 листика. По 2 развилки. Но она растет как лук. Если вы лук выращивали на репку. То вот такие вот у нее узкие листва. У первого самого всхода уже третий листик появляется. Ну здесь вот примерно 8 штук взошло. Я буду оставлять всего 5-6 кочек. Мне больше не нужно. Сейчас еще немножко подрастет. И все. Я буду рассаживать по отдельной емкости. Сделаю этим растением. Ну все то же самое. Небольшая емкость. Своя земля. Земля немножко позеленела. Я присыпала чуть-чуть песком. Буквально я еще подержу здесь недельку. И рассажу эти 5 кочек. Которые мне нужны. Ну посмотрим что из этого выйдет. Я все в свой цветник будущий. А вообще я приобрету уже какой-нибудь другой злак. Я уже знаю что возьму. Ну посмотрим в общем. Семена овсяницы я также высевала поверхностно. Увлажнила почву. Разложила семена. Закрыла крышкой. И поставила под лампы. Ну конечно крышку я уже на данный момент сняла. Уже нет необходимости. Итак. У меня на сегодня все. В заключении хочу сказать что 15-16 числа я буду высевать чернушку. Это лук на репку. Вообще высеваю до 25 февраля смело. Так делаю я в средней полосе России. А вы уже смотрите сами. По своей погоде. По своему климату. А я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok